то есть святая земля все такое интересно почему вы именно и иудаизм у них так популярен нет не иудаизм я же я же объяснил что это протестантская секта которая просто они вот ездят в израиль постоянно и у них один из символов их секты это израильский флаг потому что там народ израиля там договор с богом все дела то есть там спасибо евреям за библию и так далее то есть право иудаизм может они ничего и не знают просто они за евреев наконец-то топовую музыку заказали донат почему реальная часть нетривиальных нулей зато функции на промежутке от нуля до единицы равны по половинке блять я не знаю но это гипотеза римана типа чувак написал ну да здорово равны а почему вопрос почему здравствуйте сантен т4 этот вопрос не стоит 25 просто стоит 1000 долларов примерно а там 20 я гипу короче гипотеза римминга не будет доказано на моем стриме к сожалению увы и ах ну ладно да все это не хватило одна тысяча девятьсот 99 долларов спрашивают стерлигов сверхчеловек ну да по иисусу стерлигов сверхчеловек сверхчеловек сейчас поют песню на заднем плане вообще рядом со световидом это сложная шутка сейчас будет рядом со световидом любой сверхчеловек потому что сам световид всех считает говном и себя человеком вот а когда ты рядом со световидом ты выше его и соответственно да действительно сложная цепочка что мне не нужно это самое главное это тех 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 вот эта музыка да это я понимаю еще сармат мы будем нет с купцом будем будем давайте когда надо время но вот видишь как вы договорились дядька подготовился но я просто работал и пришел поздно давайте как созвонимся с этим молодым человеком мне кажется он все равно у него куча свободного времени на пенсии вы не понимаете он занят великими делами ну да но что может быть более великим чем донести свое мировоззрение давайте мы тогда завтра с вами созвонимся где-то среди дня возможно и я у нас стоит дискор и добавлю вас мы переговорим как-то лучше организовать и темы мы увидели да там обширный список тем предполагается для обсуждения как японцы относятся к Соросу в то же время я сомневаюсь что у них как бы есть свои алексы джонса которые и дугиных которые рассказывают про то хотя блять есть же этот этот японский кургинян который про нацистов и кургинян у сам о донат если белорусский язык является диалектом русского словацкий язык диалект чешского или это отдельно язык ну там непонятно кто чей диалект потому что их примерно я не знаю кого больше у тех язык а у других диалекций не они по количеству это по древности должно решаться по древности это там арбитрарная . то есть когда появился такой язык когда появился такой тем более чешский и словацкий опять-таки непонятно там вот и общий язык я я не знаком с их истории но вот общий язык от которого например они произошли его считать чем чешскими словацки про то чехословацкий ну вот да то есть получается так что на данный момент зависит от того кто больше также как молдавские диалек румынского ну а если сегодня больше одних холокосты наоборот станет идем больше чем тех ну или либо остались рисовать учебники или либо учебники во первых ну при холокостах обычно переписывать а во-вторых ну либо да поменяется история картошку в очередной раз картошку запекаешь что не я играю в игру здесь куча мешков с картошкой такое ощущение что белоруссия а я думал световид микроволновки картошку запекаем вот значит да то есть либо история переписана бывает либо остается какая-то историческая память и говорят типа вот этот мир физический язык и пойми где это он основной а наш нет но как это очень редко происходит я сходу пример привести не смогу вот как правило вот когда отический греческий вытеснил остальные диалекты появился кой на общегреческий и начал экспортироваться даже другие места за пределы греческих колоний оставшиеся диалекты там останки дарического греческого дарийского греческого дарийского греческого они например превратили сейчас почти в отдельные языки на на канале найти в лэнг например вчера позавчера вы вышло прикольное достаточное видео с мультипликации про диалект греческого который происходит от остатков дарийского греческого то есть он по сути дела очень сильно отличается от нормального греческого поэтому его иногда вот видите ежеме тут дарийский греческий сапартанский греческий скажем так что там пишет мне сейчас дед обиделся на вас он отменил встречу со своими друзьями хотел с вами встретиться а вы не пришли да и пошло в жопу тогда этот дед не он принципе не против своим со своими воображаемыми друзьями 21 по москве значит 10 лет не отменяет встречи с друзьями на тусовку собирался пойти в клуб рай свингер свингер клуб а что там за дед данин по его шеи знаете сейчас один поехавший а если добавить дискорбус раздал поехать но мы серьезно кроме шуток мы хотим как бы парочку таких он забавных персонажей добавить посмотрите как это будет заходить потому что проблема со всякими сумасшедшими людьми в том что они практически не затыкаются то есть а если их остановить они сильно бежать на болезнь занять ведет себя на видео так будто каждый раз хочет на ножевой бой пригласить сороса ну сорос это реально существующий супер злодей понимаете как бы в реальном мире то есть это так специфически сейчас выглядит история что у нас появились отрицательные персонажи короче раньше спрашивают смотрели ли мы разве допрос борисом юлиным про него я нет я не смотрю уже разве допросы пиздец даже по сравнению с тем что раньше а мне про сингапур понравилось кстати все правильно дали цикл ваша передач довольно год нам разместили 3 серии имеется на история сингапура да кстати спрашивают прияпонское слово который трудно со всеми оттенками смысла перевести на русский я знаю что японском языке есть такое слово как анзен которая переводится их безопасность а есть слово аншин который переводится как вот не знаю ощущение безопасности комфорт и вот как его перевести правильно я не знаю потому что это очень сложная концепция потому что в японии на каждом перекрестке практически стоит даже если там есть светофор стоит регулировщик который там нахуй не нужен абсолютно но когда вы проходите мимо он вам улыбается и желает вам доброго утра доброго дня вот аншин бесполезный человек но какой-то комфорт наверное дарь и босс не знаю интересно а вот тут донат расскажите как отвечать на точку зрения против свободного рынка что при свободных рынках появятся такие капиталисты которые загребут весь рынок под себя и никакого свободного рынка не станет значит государство должно регулировать рынок понимаешь оригинальный вывод ты ты понимаешь чем проблема капитализма никакого не будет если рынок не регулировать то есть это очень такой маленький нюанс во первых частной собственности не будет если государство я не будет защищать грубо говоря твои так называемые права частную собственность и и вопрос не будет существовать будут вещи казаться которые ты можешь там драться ну они не будут твоей собственность великой депрессии а что великой депрессии вот там вроде тоже недостаток государственного регулирования вперед потому что вот полная свобода в экономике привод грана великая депрессия продлилась из-за усиления государственного регулирования уже при франции дана то есть регулирование если его водитель я все правильно делаем мощно сейчас я оксимирона скипнул заебали влять до свитовида фил ты все правильно сделал спасибо за донат спасибо за 25 рублей человек который скинул оксимирона значит то есть без и есть не регулирует свободный рынок капитализм невозможен капитализм он должен поддерживаться государственным аппаратом нельзя просто знаешь кинуть в землю семена и рассчитывать что будет саду из этого посадил какие-то растения накидал семечек землю и ждешь когда сад появится сам и нихрена не делаешь там пусть говно говном все за рай спет вот этот заебись сад будет свободным естественно не будет никого сада будет будет всякая срань нам одни одуванчики бурьян и прочего то есть это все дело надо подстригать то что как бы там лишнее и даже вот у растений которые там у тебя основные там всякие плодовые тоже периодически надо надо у них в отдельных как там местах состригать отдельные какие-то сучки и прочего они друг другу не мешают так далее конечно регулировать все это надо нужен ли сад нужен в себе был же вы как бы нужно ли его контролировать как-то тоже безусловно иначе пуговую пиздец начинает свет никого сам тогда а вот еще одна один один тарак оксимирона я могу скипнуть еще линз 25 спасибо чувак за щедрость так да то есть в чем проблема а по-твоему капитализма не регулируется вообще это не капитализм это наркокапитализм называется да давайте отменим вообще государство полностью тогда все будут быть абсолютно свободны причем хватает в интернете они и правда демонстрации не устраивают решение в группу собираться не могут но по понятной причине шаняр как анархо капиталист они не индивидуально в отличие от анархо-синдикалистов например которые машины вот массово причем самое интересное вот анархисты которые разбили несколько лимузинов одновременно женским маршем это всем один из лимузинов начал это был личный лимузин директора компании которые предоставляют на заказ лимузины и проблем в том что он является мигрантом не ошибаюсь из египта мусульманин и все теперь им ему режут финансирование не будет больше женских марш они протестуя против законов трампового законопроекта ограничает ввоз мигрантов из ряда мусульманских стран я релизит и мусил арабов у нас берет ли он кстати собираются них там интернет комитете огромный интернет да но друг не но это да 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 дополнительно к тому то есть где они еще биткоины так вот зачем биткоины жду блять интересная книжка сейчас начали читать беречь скачал его учебник на ваших глазах зреет новый германофил и великий истории я вспомню берем чего я был какой-то пассаж по поводу сравнения генды они билунгах с песни а бардли из младших и он пришел к выводу что на самом деле там это у них один общий корень будет где то есть они начинаются примерно одинаково вот только в случае с не билунгин и там это жена зигфрида мстила брату за то что и брата заодно угандошила за то что они зигфрида грохнула а в батли наоборот это гудрун мстила открыт за то что тот замочил ее брат она своя бы ясу я поясню что как бы атлета от его чтобы чтобы было понятно от его социальных популярных персонаж скандинавский его также по-моему был убит на но в общем суть то в том что версии бронебилунгов то есть германской версии там важнее грубо говоря договор важнее вот брак и все такое чем семья чем кровное родство а у викингов то есть все более северных у них наоборот получилось что вот песни о батле то что брата замочили это намного страшнее то есть на община в гренландской саге об атле есть очень красивый момент там когда схватили она все понятно как когда как когда схватили гуннера и когда схватили гуннера и его брата я не помню как звали брата гуннера если честно в саге об атле по-моему его звали хьялли или как-то так может быть камикадзе дик свалил древний род карликов владетели я не белунг блять какие могут быть сомнения легенди об атле кудрун к собственно своему мужу сварила их собственных детей на обед популярный популярный такой троп но там до этого был очень сильный момент когда схватили гуннера и сосраного гуннера я не могу договорить это значит схватили гуннер его схватили и его схватили и его хотела начинает пытать касательно того где зарыто золото конкретно вот и тот ему отвечает значит что мол я расскажу где находится золото только это кстати потом было переработано в поэму стивенсона я скажу где находится золото только сначала ты должен будешь убить моего брать принеси мне сердце моего брата на тарелке вот потому что я боюсь мести с его стороны вот и сначала атила убивает какого-то рандомного хуя и приносят его сердце на тарелке и гуннер ему говорит что это сердце все еще не все все еще дрожит и она дрожала в два раза сильнее когда она была грудной клетки этого человека потому что он трус мой брат он не был трусом поэтому это не его нет не его сердце тогда атила убивает его брат и приносит ему настоящее сердце он говорит это сердце оно спокойно но было два раза спокойнее когда она была в теле моего брата это действительно сердце моего брата и теперь я единственный человек который знает где находится это золото и от меня вы ничего не узнаете вот как бы ну потому что смысл был в том что он опасался что если он не расскажет то расскажет его брат брата не убили а сам он знает что там ничего не раз в итоге как бы атила оказался в полной жопе касательно этого золота а потом куту гудрун сварил и мы и его детей вот то есть как как бы такое потом это было переработано в поэму вересковый мед стивенсона если кто помнит из вереска напиток забыть давным-давно был он слаще меда пение чем вино там сюжет такой что шотландский король он хватает пиктов вот там последние два пикта отец и сын и этот как бы старик говорит я расскажу тебе так и быть рецепт рискового меда только скинь моего сына короче с обрыва я опасаюсь его мести будущем вот его сын они они скинды связывают и выкидывают его сына с обрыва и он говорит все теперь теперь точно никто не расскажет рецепт рискового меда да то есть как бы гуннер он такой на самом деле когда мы в школе изучали сагу они не блунгах учитель не это и учитель литературы нам сказал то что сага не блунга вместе с библией является доказательством то что во всем виновата женщина когда она попросила принести голову крестителя кто там она была господи и дочка ирода царя забыл как ее зовут ириада и звали ну так принято говорить где же где ваше сокровище на конце он этой радуги вот здесь вы просто сказали на конце лунги блять лепреконы какая нахуй разница на конце рано да я я помню как в песне о небелунгах то этот гунтер со своей новой женой брунхильдой в постели совладать не смог и позвал зигфрида в шапки невидимки на помощь ну собственно культура к колда германии с этого момента вот видишь Шенглер то прав понимаешь что раса это среда все таки потому что это территория ею правят специфические боги потому что опять таки генетическая составляющая отличается вот да я представляю современной экранизации хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе принесите мне сердце бомжа, который в меня плюнул нет, это не его сердце, это сердце трусливого человека тот бомж так я думал, может быть, световид потомок Зигфрида, но тут не вяжется, значит, читаю еще и Унцон Безусен был королевич смелый, а уже везде и всюду хвала ему гремела был так высок, а, ну духом, в принципе, тут написано духом духом, да в принципе, шанс еще есть так нет, Зигфрида сам не Белунг не был он Безусен, как а, он только, получается, женился, да? ну тогда ладно мне как раз в игре все герои говорят по-немецки, потому что это игра Вольфенштейна самое топовое, когда Зигфрид обмазывается, короче Фафниром убив его знаешь, представляй себе, короче знаешь, движение, знаешь, как у Пахома в зеленом слонике то есть там лежит дохлый дракон здесь Зигфрид обмазывается вот так вот на заднем плане звук вот этой вот протекающей трубы ебаной я неуязвимый, я неуязвимый и этот Хаген стоит и говорит как ты, блядь, заебал меня а ты, старухуительный, другой ой, все-таки зарезал, ой, мудель, блядь ха-ха-ха ха-ха, какой-то вызвал ай не, толковые все вот эти вот германские произведения на самом деле старенькие это та же самая песня о этом, как его звать о Беовульфе, тоже интересная очень памятник староанглийской литературы а потом все это скатилось в песне о Роланде и прочую средневековую херню Тристана и Зольда ну Роланд это уже не столько германская Роланд это все-таки, по-моему, Испания его, кстати, Роланда по легенде убили Мавра типа решили выставить, что вот нехристен замочили но на самом деле его засада из Басков Слушайте, надо Задорнову подсказать вот тут написано что некоторые хотели видеть в Зигфреде князя Арминии значит Армини а это князь Херусков был вот есть этрусские а это есть Херуски это Херовые русские, видимо, по Задорнову не, может быть, они были христиане кстати, потому что Хер это крест это не шутка в словаре Даля по Херите значит перекрестить крест на крест кстати, у того же Гуревича было про короля Дитриха ну вот, мол, была легенда, что он там воевал с Вилькинами которые олицетворяли собой вот всех, кто находится на востоке то есть там и русы всякие все-все-все то есть они в этой легенде представлялись одним единым злобным государством там Мадьяры, еще кто-то вот и написано все это было веке восьмом, в девятом а потом веке в двенадцатом до Новгорода купцы донесли наконец эту легенду о злобном короле Дитрихе который всех хочет убить то есть там три сотни лет прошло, они вот только узнали что про них такие гадости пишут я даже не знал, что есть и русские этим гордиться они живут в Сибири я кстати когда на военной кафедре учился я на один месяц на сборы ездил и там нам один майор рассказывал что информационная война против России началась вот как раз веке в седьмом вот эти вот германские легенды они все опорочивают славян да так вы в Японии по заданию разведки обучаете? ну я не могу такие сведения разглашать ну понятно а ну кстати у нас мирный договор с Японией до сих пор не подписан так что в принципе война продолжается Армении это вот германского племени херусков блять ебаные армяне везде они армяне, да даже в Крыму есть горд армяне сами себя называют Хай Хай да Гитлайп Чунхай это же вот это самоназвание такое ну вот немцы например себя не называют там германиши они дойче ну дойче да, дойче а почему кстати дойче? это произносится так это там специфический момент на самом деле это один из малых этнонимов на самом деле вот этого как бы региона потому что ну как обычно в общем-то и бывает давайте все-таки вспомним что русы тоже были ну я не славяне по большей части даже так вот то есть там специфическая история на самом деле там что-то интересное кстати было сейчас я даже посмотрю по этим логическому словарю потому что сейчас надо точно сказать как учебник называется а у тебя ссылки запрещены часами а вот 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 он между прочим родственной вот слово дойче оно родственную корню корню Теодон который название между прочим Тевтонского ордена но они не друг от друга происходят а не родственные но это одно из тех слов которое обозначает некий народ но в то же время просто обозначает человек вот но это если глубоко копать если глубоко не копать то это просто обозначает немцев но во многих же народах получается название это человек в огромном количестве народу в частности вот этот вот корень который в названии Тевтонского ордена да есть такое белом но между прочим те Тевтоны это было название кельтского племени изначально который сместился на название германского племени это кстати часто бывает потому что слово например которое корень точнее от которого в итоге произошло слово Reich оно там был бы другой корень если бы не было взаимодействия с кельтской группой потому что в какой-то момент корень Риг был собственно в санскрите он был раньше например у кого-то корень Риг он из кельтского попал то есть про кельтского попал про германский и впоследствии образовалось слово Reich Рейх оно русское на слово Raj индийскому писать вот и латинскому Rex да а еще в Германии есть такая область как Саксония она же не просто так называется Саксония у Англо-Саксы тоже Ян Ян живет в столице Саксонии Ну собственно это я не помню по-моему это из Саксонии собственно в Англию Ну да ну тогда просто не было государства Германии не было соответственно этих самых областейцев но посыл да именно так скажем исторический Мне интересно откуда самоназвание Саксона Тут в чате отвечает на этот вопрос от этого слова Сакс то есть английское Саксосать да безусловно так Я знаю что Англы появились от какого-то одного полумедического персонажа по имени Ангель Да безусловно так и было Так 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 я открыл эти мологические слова не самые надежные эти мологические слова тут какой могут не помог они тут не они просто не они не не проиндоевропейский сеп то есть саксон и сечь таким образом они поляки они хохлы запорожская сечь то есть сечь глагол русский секция секта интерсекциональный секс секс а кстати насчет секс не знак надо посмотреть существительное пожалуйста в личке где вановка на вконтакте skype блин ну слушайте миссия неуполнима того же корня и ирина а подождите а вы значит любите пошаговые стратегии подождите а у вас 5 цива есть а у вас есть а что что у вас там есть скажите я вам сейчас скажу свой ник напишу точнее это как и уилл смит говорит пришельцу вот ну потому что носители языка так и говорят аморигиналы знают так это цифка же круче чем бен тоже не не вот кстати нифига вот все засрали бен тоже все сказали что полное говно но мнение вы наверное просто я я сказал о вопрос есть тут экономисты из-за чего произошла великая депрессия а кризис 2007-2008 закон из-за закона смута холли то есть американцы пытались поддержать собственное производство и запретили ввоз европейских товаров в ответ на это европейцы запретили ввоз товаров из соединенных штатов и большая часть производства соединенных штатов которая работала на экспорт была вынуждена закрыть что еще больше подстегнула экономический кризис а начался он с фондового краха в двадцать девятом году то есть пузырь очередной лопнул надувшийся двадцать девятом вот из-за того что правительство вмешалось ввело этот ограничивающий закон огромное количество предприятий закрылась а кризис 2007 года немножко не то это скорее всего эхо рейгановской политики то есть это структурный кризис он не цикличный но не в прямом смысле цикличный все из-за структурного расизма я понял ну великая депрессия в школе преподают что она из короче из-за пыльного облака все произошло то есть пыльное облако поднялось разъебало сельское хозяйство ну ядерная война из так и было да и из ну в школе мне в школе так преподавали причем в американской что пыльное облако хуяк все нету экономика везде ничего нету все испортилось ни в коем случае не повалить по моему это сюжет этого фильм это должен интерстеллар да откуда он взял да это мейнстримовая теория собственно о том как началась великая депрессия вот да этот даст боул как образовался и все все расхуячиваться депрессия все в депрессии а как поднесетесь к тезису что физик может стать экономистом а вот экономист физиком никогда можно сделать из человека хохла вот собственно и все как как говорят как говорят на юге можно вывести метателя копья из джунглей но нельзя однажды герберт гувер объезжая свои сельскохозяйственные панели в штатах пукнул да и поднялось облако ну да так то из этого облака появился из-за этого облака вышли злые духи злые духи злые духи на инвалидной коляске выкатились блять поправили великую депрессию еще на несколько лет после гувера да как затроллить гоблина на тупичке меня собрали ли там тяжело гоблина вывести на чистую воду обитает еще блять чувак под мостом нахуй где я не этот роль ну неважно где в городе мил богу набит посмотрите посмотри фильм тролль 2 там раскрыто про то как навести гоблина нет ну не нужно троллить гоблина зачем зачем это делать просто задонать мне чтобы я разобрал разве например как просто кидать ирина я вас добавил друзья я кинул он тоже запрос нужили они долго и счастлива были но не у нее даже тут написано такая не понял бы добавились или нет как это работает вообще но я тогда да да разве у меня показано что вы играете какую а как посмотри найдите мой признашение приглашение называется дженитал джаустинг так иногда в выходные могу играть руки блин я вот свои игры могу посмотреть смотрите без своих друзей так пять друзей онлайн просто на меня нажмите да я вот ни хрена не мы а вот сюда так открыть кофе steam уровень 4 а где смотрите игры информации отсутствует марка давать недавняя активность хаты отель майами зомби и что а где он справа написано игры там количество нажимаете на все 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 я понял так dota 2 на наиграна 2924 часа портал 2 наиграна 25 часов портал один надо удалила конечно портал наиграна 8 часов всего то есть смотрите дота дота наиграна 2900 часов до почти 3000 часов доту а в портал всего 8 часов вот феминистки собственно наоборот наоборот чем быстрее проходишь так что у нее еще 5 5 цивы тут нету 5 цивы тут нету bioshock есть беншок 1 bioshock 2 bioshock infinity а вы же можете да какие-то игры дарить там допустим написано же феминистка аккаунт че ты так а вот это урутка что ли у подождите а сколько у вас там показано количество игр мало или много 47 по моему нет это вы не все видите просто у меня тут еще список на 150 наверное ничего себе да тут прям очень много я могу лучше демонстрацию экрана включить вы посмотрите тогда хотите давайте ну мне в принципе bioshock infinity если вы мне подарите мне будет вполне достаточно видно игрок которую вы купили нельзя подарить можно просто приобрести заново для другого человека не ну тогда не нужен нет беншок он финис ерунда она не стоит своих денег ничего себе это все игры да это кто ж он такой аккаунт это миронов пытается загладить свою вину а что а что вам пришлось сделать чтобы вот эти все игры оказались я поздравляю там игры по 40 рублей мне пришлось поучиться в школе и пообщаться там с людьми пообщаться ну феминизм во всем поля участвовал в этом вообще не но хэлф лайф там я это дешманские игры это дешманские ну что здесь ну для влада все дешманское не ни в коем случае почему но вот единственное что здесь дорогой участвует а бэтмен поехали дальше говно 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 давно 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 было неплохо давно 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 неплохо давно 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 неплохо неплохо давно в среднем ну здесь большинство игр это Counter-Strike и вся ее история стоимостью 2 доллара 99 центов по скидке. Стальные серьезные сэм стоимостью 1 доллар 99 центов по скидке. Здесь ничего дорогого по сути нету, кроме основных игр это Mortal Kombat X, GTA и прочее. То есть такие игры, которые считаю всех мест. Даже у Tom Reddler. У меня нет таких игр. Ну я имею в виду про Tom Reddler. О, фаги поймут. О, Hotel Miami. Владислав, а как вам Wolfenstein последние игры? Не нравится мне вообще все серии Wolfenstein. Не, а вот последние две. И последние свои концы пропали, потому что я делал в острый. И последние то есть. И что-то вот единственное, что неплохая игра мне показалась, то новый Resident Evil. То есть, ну, в который можно так вот взять и сесть, то есть пройти ее, чтобы было и красиво, и интересно. То есть последний. Ну и еще, если не хочешь играть, можно сделать альтернативу. Сойти на Marginal Stream, посмотреть все его стримы, например, Marginal, там, 28 часов. То же самое, только отупеешь в два раза быстрее. Но суть не меняется, кстати. Чуть спрешь, что там. Чувак, я звуки включаю, блядь, пока ты говоришь в этой хуйни. Получается очень смешно. Знаете, почему Margo меня закинула в конференцию? Так. А я ему пишу. Margo. Стоп. А я ему пишу. Марго. В конфу или Хилл или президент. И такой, вуаля, в конференцию. Эээ. То есть вы фанатка Dota, Dota таким образом, Марина, да? Ты я не играю в Dota, господи. Ну я не могу прокрутить вниз, там очень хороший пик должен быть. Послушай, Савелия, я не играю в Dota. Я, я Ирине говорил, вы Ирина, что-то? Спалился, взял и спалился на том, чтобы понадобиться. Как говорит Ежес Армат, I'm not gay, but Bioshock Infinite is Bioshock Infinite. OH, Ян. Привет, кстати. О. Привет. Воскитр Зады. Эээ, эээ, жаксы. Манишмак. Это всё, что я знаю на казахском, извините. Чувак, какой каз... Ладно, всё в порядке. Не переставай быть хорошим человеком. Ладно, так и быть. Молчите. Выхожу сегодня на улицу. Ну, как всегда, чай и купить всякое дерьмо. Сегодня же суббота, я так понимаю, уже на воскресенье переходит. Вижу, женщина кричит. Думал, её пиздил. Ну, ускорил шаг, чтобы пиздить её быстрее. Не, шучу. Смотрю, мужик лежит. И такой, ай, 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 ай. Она его отпиздила, оказывается. Тут подымается, она ему говорит, слышишь, ты тварь, за мной домой иди. И он с такими звуками, ай, 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 иду. И пошёл. Меня, блять, как перетипало, так я и домой пошёл. Ничего я не купил. Я был в шоке. Звоню потом в полицию. Говорю всё об этом. Меня почему-то говорят, набери 03. Ладно. Играю 03. Рассказываю ситуацию. Мне говорят, Ежев Гальянова. А что там? Мэдисон. Положи трубочку. Гальянова. Не кашляшь. Между прочим, Мэдисон обещал видеообъяснение какой-то. Положи. Я представляю, кто будет звучать. Я извиняюсь, блять. Перед половиной мира мусульман. Так это будет, блять. Объяснение звучать. Да, Мэдисон на редкость умудрился заубиться на огромное количество людей. Такое мало кому удавалось. Как там было? У меня вопрос. Я вчера себе делал с этим свальновым. Я, короче, уже рассказываю ему эту хуйню. Типа про Мэдисон. Он сам порофлил. Я его спрашиваю. Слушай, мудак. А что тебя они ищут, блять? Ты же ещё хуже животное себя ведёшь, блять. Там Аллах пидарас там пишешь, блять, в этих... На прочую твою семью. Ну, твиттеры и прочую тебе звонят. Что тебя не ищут? А он говорит, блять, ищут. Всё в порядке. Тихо, нормально. Ты его в скайпе видел? Не, я в этом. В дискорде. А он мне бывает кидает. Так, ссылочку. Оп. В концу где-то. Заходи, если хочешь. Ну, заходи. Ну, его ищут просто в Украине муслимам намного меньше, поэтому... Таких вообще в Украине вот чисто таких как мусульман, по крайней мере, в Киеве. Ну, это вообще почему? Ты понимаешь, Бальнов, это гораздо сложнее, чем Мэдисона в России. Ну, и потом, как ни крути, Вальнов, он всё-таки некий анонимный, в отличие от Мэтта соблюдает. Да, например, что даёт рассказы о Байкерне с полющим любом? Не, не в этом дело. Вопрос не в том, как он выглядит, а вопрос в том, что никто не знает, где он находится. Особо это не афиширует. Кто? Вальнов. Вальнов. А Мэттон и с самого начала не скрывался. Бля, это клуб в первую очередь его, потому что... Здравствуйте, я живу на улице, спрашиваю о том, что все сочетаются, как мы эти мусульманные пыли. Класс, бля. Мамного не надо. Ну, он не то, чтобы не скрывался, просто его вычислили до того убийства. Тем более. Не, ну смысл в том, что изначально не было нужды его анонимности какой-то. Он же не думал, что... Это, во-первых. Во-вторых, настоящий его адрес, где квартира, где он именно живёт, ну, пока что в интернете не лежит, насколько я знаю. А Абдуль слил адрес родителей. Мэдисон. Как бы... Это уже довольно давно было. Это... Это вообще известный факт. Понимаешь, в чём дело? Если бы нашли адрес самого Мэдисона, было бы не так печально, потому что он бы мог просто переехать на любую съёмную квартиру и на этом бы всё закончилось. Засесть на ней. А... На самом деле... На самом деле даже меня поправили в чате и правильно сделали. Не Абдуль... Абдуль ему на телефон звонил. Вот что. Азон, ему приходил как бы на квартиру его родителей и висел на турнике там, короче. Причём, ну, некоторые считают, что это было как бы у подъезда. На самом деле это не у подъезда, а на лестничной клетке был. Это был не совсем турник. Вот. Но он как бы там подтягивался. Вот. А... То есть... Как бы... Да. Десять лет назад Азон как бы там... хуйню творил. Ну... Ну... Как бы... Ебать. С... Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. А это же Азон там запиливал видео там на Mail.ru, да? Да... Я с 2006 года намыл ру, блять, там, и так далее, да. Какие-то такие темы. Там проблема в том, что как раз родители, они в этом смысле, гораздо более уязвимы, чем сам Мэтт. Блять, я просто представлю, если бы ко мне приехали какие-то там Абдуловцы, блять, пять человек, а выезут мне кабель интернета. Я бы, блять, как вышел, он как нахуярил бы их там, да. Хо-хо-хо, летели бы эти Абдуловцы, блять, блять. Петухи приезжают, врачи кого. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Друг один ты забываешь добавить всегда. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я вам, блять, покажу, на углу. Гистры, улица строителей, приезжайте всем пизд***. А если че, рабочим совершить, потому что работает... Илья Николаевич хранит. я сейчас я почувствую сейчас просто череда каких-то подобных подставка пойдет а еще пацаны город казань по проспекту победы 172 квартира 129 господа случае чего только как бы мы с херню еще не сливаем опять давай давай еще больше эту тему заводи блять чтобы это было всем пиздец тоже не интеллектуал ты нахуй короче а еще блять очки я делал интеллигентный ты вообще нудист наверное а еще очки я думаю что можно заканчивать так что можно все подводить к логическому я думаю я совсем попрощаюсь значит пока ян пока дэйв пока жид пока всеволод пока световит и пока влад всем пока удачи до свидания тём тём банус а мы продолжаем а мы световит на стриме между прочим да вы сейчас у меня на стриме а мы пока посидим да еще конечно можете сидеть сколько угодно давай покушаем посидим хоть блин я забыл сказать что все переходили ко мне на стрим а я скажу переходите все ко мне на стрим я забил я сказал это никто же не услышал сурокина а ирина а вы же модератор да в чате маргинал на ютубе а вы ссылочку скиньте на мой твич тогда сказать переходить туда переходим к сармату не высылку им скиньте пусть половина не знает где мой канал там 1000 человек я сейчас быстрее бля вот вот ссылка ира так чё америка или хохляшка блин влад ну вот вот только вот только марго ушел это сразу такие вещи я бы я бы выбрал америку конечно но вмежду влада бы марго я бы выбрал влада давай смотри смотри ты приезжаешь я конечно понимаю что стоять новая квартирка дам тебе ноутов уезд знаешь это как маргинал будет для души а влад для всего остального да маргинал даже грин карты не сможет обеспечить уж он гражданин россии кстати да а влад он богаче слышали мы уже на первый день живем хочу решать пляшкой на сутки америка думать надо думать помнишь я говорил что воняет на фуку уже все прошло да не воняет можешь ехать короче еще япония есть когда япония сколько много предложений японии вообще терпеть не могу японию японскую культуру походишь к тебе приду как там бабушку еще раз напомню зовут горин васильна горин васильна здравствуйте ой а кто это пирочка ебарь мой надо надо познакомить короче от себя и маргу с бабушкой вот кого она выберет бабушка выберет меня это блять со процент впереди вот с бабушкой ты с бабушкой останешься бабушка бабушка молодая скажи нормально еще подождите владислав а как же ваша девушка капказская с которой вы жениться собирались я договорился с ней договорился полигамия полигамия я уважаю вас смысл не согласны что за моногамную гетернормативную патриархальную семью а так вы вместе вместе не это же сестринство ирина ты не понимаешь это сестринство будут две жены класс вообще красота и она не хочет на украину потому что там мирону вот прилетел смогу забрать ирина гвант гвант просит чтобы вы приняли его заявку в стиме друзья спасибо всем за подписки да донатим да ладно а чё какие про сестринство что такого про миронова что раздирая свою душу поверьте меня очень хорошо знаешь ирина ирина подружки у вас и имеются у кстати да я ничего хорошего хорошего добросовестного пирога рику рику о отлично хорошая высокая много одногруппниц азиаток 1 1 кто она хочу давайте давай нет в контакте в контакте все сейчас блин а я вижу такое тебе не надо зачем тебе азиатку куда настоящий феминизм подкладывать это не не все сугубо а вот если но блин ирина она аналитиска монетиска отец корица мы что-то новое что-то новое что-то новое узнаем о владе сейчас не а ирина вообще не в моем вкусе совершенно потому что это метиска у нее папа корейцы я понимаю мама русская это херня я вырежу фразу вот эту ирина не в моем вкусе и что и что вы будете делать я убить его да так она и скажет нет 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 все хорошо не ну кстати прирост 100 человек так что у нас будут матриархат или 100 человек ну 600 не дошло более-менее все сделаем сделаем все сделано молчи соглашайся ну по-другому чё еще хорошо так ира ноги бреешь часто у него может растить хорошо 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 про бороду спрашивать не буду так пока пока не надо пока еще она не растет хорошо я просто молодая слишком понимаешь а сутки 17 15 и по 17 слушай тут такая интересная информация пошла вот знаешь насколько я превосхожу тебя сейчас что насколько я сейчас превосхожу тебя влад то бреет ноги ровно на 3 на 3 на что тебе семнадцать меня и двадцать у меня даже сантиметр больше чем у твоего бля ты такая мелкая по сути короче я выход иди чтобы за 3 на тебе позвонил фоновый шум был такой рейс украина-москва прибылай через 4 годы мать итак вас кави пройдет на 4 без нестатист и дом франц машинец находит всего паршем наступный прибыток тракторный завод через чё? через чё? да, закроем его, не переживай, боже, если бы только в этом проблема была ну будет у тебя украинская бизнес-школа вместо вышки тем более, зачем бизнес-школа для Украины, как будто там есть какой-то бизнес вообще-то есть, да, но Юре этот бизнес вряд ли понравится хотя кто знает я никогда этого не делал по двум причинам, да? я не буду это делать по двум причинам, во-первых, я никогда этого не делал, только у меня изжога пробируйте пиво для меня и? Костлик чё-то еврейский анекдот старый вспомнился, когда умирает пожилой еврей, немножко не в тему, но всё-таки его держит жена за руку, говорит, царочка, помнишь, в двадцатые годы петлюровцы, мы скрывались от них, ты всегда была рядом со мной она говорит, да, Брам, я держала тебя за руку, говорит, потом начались массовые репрессии, война, мы бежали и ты всегда была вместе со мной да, Брам, да, я держала тебя за руку и всегда была рядом с тобой, потом начались конс-лагеря, меня арестовали и ты ждала меня, когда я вышел, ты была рядом Он говорит, да, Брам, я ждала тебя все эти годы, я была рядом с тобой. Говорит, потом я заболел, долго болел, ты держала у себя меня за руку. Она говорит, да, Брам, я держала у тебя за руку. Ты знаешь, Сара, мне кажется, ты приносишь мне неприятности. Другое не говорит, я знаю. В общем, в деревне идет по-грому. Муж жене говорит, Сарочка, иди спрячься, а ты тебя изнасилуют. Наконец-то погром, так погром. Сук стук в дверь, открывает дверь, и в ней стоят, значит, ребята в кожанках, в таких тужурках, говорят, деньги, золото, украшения. Он говорит, Сарочка, золото, за тобой пришли. В общем, Ницше в заключении сказал... Что такое? О, кстати, ежик. Если я не ошибаюсь, поставлюсь. Что еще кончу? 278. Что 278? 278 дней. 278 дней до чего? Кто-то уже понял? Не пишем, а готовимся, да? До моей смерти, что ли? Ну да, ты что, в доме говорил, у тебя 300 с чем-то дней осталось. Ну да. 275. А, окей, хорошо. Вы будете вести обратный отсчет? Да. И за два дня, и за день до смерти, за пять часов, закину тебе 250 тысяч рублей. И ты умрешь от часа. Кидайте сейчас, Владислав. Не, серьезно, я хоть во Флоренцию съезжу перед смертью. Ты такое сейчас скажешь. Ты такое скажешь. Ежа, а сколько стоит Ницше съездить во Флоренцию? Ну, я не один еду, поэтому мне нужно 100 тысяч. Я понимаю, что... А так вообще, за принципе, тысяч 50 можно вполне, даже дешевле есть туры, и можно автобусом вообще, это не очень комфортно, конечно, но... Ну, в общем, грубо говоря, можно... Не, ну просто долго ехать, долго в пути, и это не очень прикольно. И плюс еще гостиница, и так далее. Ну, в общем, грубо говоря, тысяч за 50 можно спокойно... Блин, может, съездил в Флоренцию летом? Маргинал, она тут двурочничеством занимается. Тут нет, 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 Марго, не слушай. Она собирается в Киев вместо... Все хорошо. ... Америки. Двурочничество, это какая бы эфемизм, я так понимаю. Капитан Влад ее запикапил просто за минуту. Ну вот, кстати, Сармат, вот я помню, как ты сидел в автобусе, который там отправлялся через Польшу, Францию, Германию, ну и все-таки. Я сидел в таком премиум-люксе. Я тебе скажу вот что. Там сиденья, а вот у меня все партия, и приспособление на высшем уровне. Приспособление для чего? Ну, для того, чтобы чувствовать себя комфортно в проезд, да, определение-то, блин. Ты что, больной? Шутер сказал. Бля, молюсь, молюсь, чтобы, бля, через пять лет, через пять лет Хиллари сказала Хиллари is the new president of America. И такой маргинал. Дома сидит такой, такие часы. А ведь так и будет, блядь, это как... О, какое говно. Ого, блин. Слушайте, слушайте, они сделали как в Фейсбуке. Бля. Хе-хе. Сейчас я все тише сделаю игру. Я помню. Осталось только добавить... Да. Ира, продолжай. Нет, нет, я не могу. При маргинале она не может, и что это? Так, прости, я не могу. А, значит так, да. Хорошо, по-другому пойдем. Звучит как речь Путина. Мутко на Олимпиаде. Да. Да. Миллионс оф май... Миллионс оф герл. Че тут там... Миллионс оф мен... Миллионс оф стрим. Плэйс донейшон мини. Миллионс оф герл. Ирина, Ирина, не слушайте их. Поехали лучше вместе в Флоренцию. Втроем с Ханнушей? Да. Сеспринство, сеспринство. Вот вы говорили, что вы не любите японскую культуру. А как вы... Не, 50 тысяч на человека вполне. Вообще, за глаза и за уши. Перелет, перелет будет так стоить. Так какой, я еще раз говорю, какой перелет, если мы едем либо поездом, либо на автобусе? Какой перелет? Ну, нет, нет, лучше поезд. Ну, поездом, вообще, поездом, кстати, самое толковое. Мы полетим, Ирочка, все в порядке. Я, кстати, не раз на поезде ездила, у меня мечта такая. Чувствую, что Сарман сегодня будет спать на Тахте. По поводу поездом, поездом по Европе, это классно. Поездом, поездом, классно. Ну, посмотрите. Я расскажу все про Ницше и больше. А как вы относитесь... Как вы относитесь к монгольской культуре? Я к монгольской культуре. Монгольской культуре, да. Японскую культуру вы не любите, а вот монгольская. На самом деле, я типа не... Мне кажется, что тоже не особо хорошо. Знаешь, что я пытался... Я не услышал, я это учту. Охуенная интрига. Кому же достанутся эти небритые ноги? Ира, в Америке скоро будет наводнение. Катрина, блядь, там. Ирина. Катрина, Ирина. Или Буран-2 какой-то, блядь. Ебанёк, как и сда все будет. Монголия. Не, не Монголия. Монголия сама по себе отпадает. То ли дело Украина. То ли дело Украина. Флоренция. Но, между прочим, в Монголии никаких землетрясений, блядь, точно не будет. Как бы Хандуша оттуда уехал. Сука. Флоренция. Ира. Не, на самом деле, в Монголии действительно не может быть никаких сраных землетрясений. Там как бы одна... Там нету никаких... Самое смешное, что Маргинал не прав. В Монголии есть землетрясения. Они связаны это с Байкалом. То есть Байкал трясет и трясет все вокруг. Байкал, блядь, потому что там, походу, вот вся Монголия, там и Сибирь, и все вот это, там даже рядом нету никаких стыков тектонических. Ну, там их трясет теперь регулярно, потому что проблема в том, что Байкал это не озеро, это зарождающийся океан, который проходит период своего зарождения. То есть, если перекрыть ангару, которая забирает воду из Байкала, то Байкал, он расширится и затопит все там, просто все за Байкал. И это будет огромный новый большой океан, таким образом. Поэтому там... Да, ангара сама по себе вряд ли скоро перекроет. Ну, там происходит землетрясение несколько раз в году и достаточно мощное причем сейчас, которых раньше не было. И это доходит даже там до Монголии. Я все знаю, Ира. Да, а также известно, что раз в году Хандуша ездит к себе на родину. Совпадение... Ира, зачем тебе Монголия? Зачем тебе Флоренция? Есть другие города. Фастом-то... Есть Истро, например, тоже. Истро там не надо. Там удобство на улице. Есть передовая европейская держава. К сожалению, для меня Москва, Питер, Грозная, Чечня, Истра и прочее закрыты. Я когда звоню в полицию, пранч, это ты опять звонишь, ты пидор. Я говорю, блядь, какого хуя вы меня не знаете. Звоню вчера в полицию, спустя год. Звоню, алло, помогите, пожалуйста. А, это ты петухель, Фузоря Туфелька. Ты че, охуел звонить? Где ты пропадал, говорит мне. Звоню, шесть утра поговорим с тобой. Я вам отвечаю. Я сегодня позвоню. Ну да, примерно такое происходит, когда пранкеры реально пытаются вызвать ментов. Там что-то как бы... Короче, Ира. Их убивают. В Америке пиздец все. Там, блядь, Йелл Стоун. Да, Йелл Стоун ебанет, да. Трамп победил. Вы внешний долг видели, блядь. Ты просто приезжаешь в Америку, и тебе говорят... Это в Израиле говорят. Нет, просто... Еще там говорят... А тебе человек, ну, паспортист, подходит и говорит... А ты как истинная русская женщина, подходишь и говоришь... Чего, блядь? Тебе подходят и говорят... Цель вашего визита в США. Ты говоришь... Конференция по новым компьютерным технологиям и защите компьютерных программ. А они тебе... Пожалуйста, проходите и обходите обход, и выезжайте нахуй. Я не вижу здесь ничего смешного. Хуй, охуя, да, просморозил. Ничего смешного нету. Я охуя, да, просморозил. На, игра надо, блядь. На, игра, на, охуя, да, просморозил. Я по-другому думал. Хуй, его сказал. На, игра надо. Вот они. На пользователь Украина так. Понимаешь, эта шутка не про Кузьму, а про Ягуарыча была. Валите мой чат. Почитаю у нас людей из Гальянова. Вольфернштейн. Да. У нас в Германии она вышла. Ты у нас, как с ним. Короче, все равно не важно, что Ирина говорит, я буду продолжать. В общем, а у нас... Вообще не важно. Я так же самое думал, поверь. Да. У нас в Германии цензированная версия вышла. То есть у нас убрали все свастики. О! Из немецкой версии. Да. О диалоге. О диалоге. И о дичи рейха. Где он рассказывает, что, типа, мы строим третий рейх, как бы, вы паразиты проклятые. Нет, 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 нет. Вот эти диалоги, они были все заменены на какую-то фантастическую срань, типа, там, хай-хай-гидра, что-то такое. Блядь. Как стрёмно. Ежи, подожди, ты в игре воруешь, да, что-то? Да. Охуенный замок. Зачем ты ножом? Какой замок? Шторы. Это не что-то, я стену разрушил только, что, как-бы. Ножом? Ну да. Туда езжай в Украину, ты мне тебя похинул. Вот вот сейчас происходит, это на границе с Мексикой будет происходить. Влад нашел поликорректное посылание нахуй, он просто посылает всех в Украину теперь. Я представляю такую хуйню. Приходит ежа такой с ножиком, росло будет эту мексиканскую, бля, стену. Вот заход в Украину. Это нож украинский. Да, мексиканскую стену он разъебывает на южной границе Мексики, да. Украина, украинская кружка, блядь, я вообще просто под столом был. Вообще нечего говорить, у меня было украинской футболки, а украинская, блядь, украинская кружка. Сука, я не понимаю, в чем это мало просмотров набрало. По-моему, это шедеврай. Так, где-то я еще хуем чашку эту хуярю там, как хуя это. За что ты все тыкаешь на шоу, блядь, извращенец. Можешь пройти-ка и убить людей? Нет, езжу. Там люди, походу, были внизу, убей их, пожалуйста. Вон, режь, режь. Давай, 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 давай. Сука. Ох, нихуя, что за дерьмо, блядь. Это нацистское зомби какое-то, блядь. Понятно. Подожди. Подожди, нажми, пожалуйста, паузу, езжу. Я тебя очень прошу. Можешь сейчас тут? Так, я нажал. Сейчас, подожди, у нас еще нет эскейпа. Опаздывает. Сейчас, 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 сейчас. Так. Ага, все, эскейп. Смотри, в чем дело. Можешь, пожалуйста, прекратить играть, потому что Ян с Германией, мне жалко для его чувства, поэтому я хочу, чтобы он сохранил свою детственность в плане отношения ко мне и к тебе. Он еврей, поэтому если я буду играть нацистов, мне кажется, он проще не будет. А, хорошо, играй. Да? К тому же это сраные зомби какие-то. Нажми, пожалуйста, в игре. Влад просто оплот политкорректности сегодня. Но он же хочет заклеить феминистку, поэтому, видишь, очень толерантен. Надо будет, надо будет, подняться, все сделано. Да, я не сомневаюсь. Вы используете свой мачизм, понимаете? Свой инструмент угнетения. Мачизм, мачизм. На Виктора излился, излился мачизм. О-о-о-о, Влад, хоть он зашпалил, блогиня. Ира. Ну, кстати, одного секса с Владом хватит, чтобы Ирина перестала дочинить. А ты откуда знаешь, бл***? Вот тоже вопрос такой, откуда я же знаю. Потому что я люблю Влада. Я же тебя еще не штрикал, но еще. Ладно, я с Хамбушей потом поговорю. Зато ты штрикал Виктора. И он перестал быть феминисткой. Я? А почему у него в голове этот, бл***, там, этот... Да, ёб твою мать. Сука. Нацистские зомби, бл***. Сколько тебе грязь, то скажи, пожалуйста. Не знаю. Если честно, мне ее подарили. Подарили? Так вот, уважаемый слушатель и человек, который подарил игру... Рано, 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 ребят. Да, меня убивают. Уважаемый, ты мой. В связи с тем, что ты потратил свои драгоценные деньги. Или же деньги родителей на эту игру. Деньги родителей, судя по всему. Я скажу тебе вот что. Игра говно, бл***. Ты подать ей деньги в никуда. Лучше бы ты матери купил новый шарф. Не, игра отличная просто. Я вижу, бл***. Тут нацистские зомби. Он сказал тебе, я бы ухотел меня, типа, хуй с отцей быдло. Хуй ты пройдешь, бл***. Понятно. Да, больный перевод от Влада. Боже мой, какая, бл***. Ну, кстати, я вижу, здесь 60-х появилось, кстати. Да, комментируйте то, что происходит. За что? Не знаю. Ну, чтобы было как настоящий стрим, понимаете. А, хорошо. Я чувствую, что здесь есть жизнь. Вот они, вот они, жизнь, да. Ну, воняет Гарью. Так. Ой, это я вернул. Идем, 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 идем. Иди нацисты. Ёбанит Августин, Августин, Августин. Ёбанит Августин. Игар Маня. Что ты за нахуй за тир, бл***, ебучий, бл***, Вольфенштейн? Теперь ты понимаешь, почему я не играю, бл***, Вольфенштейн, бл***, сука. Кстати, Витюня был фанат франшизы. Серьезно? Ну, Витюня просто... Эх, Витюня. Где же ты? Витюня просто в другие игры не играл, я вам говорю. В ту игру, в которую я играю, люди имеют реакцию, бл***, быстрее, чем у Мангустана. И мне приходится, бл***, как видеть их реакцию, отреагировать в том же порядке, бл***. Но здесь, сука, слушайте, даже зомби, бл***, в моих поставлениях намного умнее, чем, бл***. Эти ебланы ходящие там, бл***, со стуберкулезом. Короче, ребят, я вас прошу, донатим на Флоренцию, пускай он съебывается, бл***, этого дерьма не будет. Слышите, ребят, бл***, давайте. Нихуй не покупайте всякую, а, бл***, донатим. Да, слушайте, Влада. Уже, бл***, жопая приростка, и Россия ебучая. Да, я уже два года никуда не выезжал. Вот если мы хохлы, то вы, тогда вы рахлы, бл***, все просто. Хирушки, хирушки, новое слово. Рахлы. О, нацистский дирижабль говорит. Какая же отвратительная героиня. А что там написано, подожди. Да, я почитаю. Ну, кстати, да, остановитесь. Тебе интересное. Дирижабль? Ага. Ай-яй-яй-яй. Графику, 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 нажми, графику, нажми. Так, идти настройщик. Разрешение дерьмещи стоит, кстати, помимо. Ну, потому что у меня монитор такой. Так, а почему здесь монитор? Да, при том, что у меня монитор без IG сейчас. Без этого самого. Хорошо. То есть я через свой афон лучше любит чем-то. Ну да, все, здесь мы работаем. Хорошо. То чувствую. Убирай доски, блядь. Че-то. Порубщик. Это женщина, а фарбук. О, фарбук. Ви, это в Украине. Украина. Это украинский фарбук. Можешь, пожалуйста, по голове вот так, нос? Это было в ребро. Ну, о, хорошо. Ты ее бери, бери, блядь, нихуя. Сколько ты? Маленький будешь сосать писька, а вот писька. Не смешно жить на будущее. Поехали дальше. И вот, вот. Вот это лицо этого школьника было бесценно. То есть он видит, что все смеются и где-то подсознательно понимает, что это должно быть смешно, но не понимает, что именно. Не, нихуя не смешно, дружище, блядь. Ну, по-моему. Ну, даже не, вообще никак. То есть. Открывай дверь, вы, как я била дверь, блядь. Выпь, у тебя, блядь, у тебя базука, блядь, или че там? Давай. Большая, или че там? Ебанил, ебанил, возуй. Бери, 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 стреляй. О, не, не, ух ты, нихуя у тебя багажник там, блядь. Блядь, ежи, видела бы, видела бы сейчас хандушек ты делаешь, пиздец. Она тебе ничего не говорит, там, ну, придурок, блядь. Ну, я не заслужила такой мучести пепа. Вот степи пепа, это, типа, где твой хуй? Это смешно было, ржите, идиоты, блядь. Боже, блядь, анимация стрельбой. Ебанил, какое дерьмо. Это игра старая, Влад, че ты хочешь? Сука, да не игра старая, а, блядь, дебилы в неё играют. Извини, что... Трупы исчезают, че-то странно. Есть тигры, блядь, старые, которые и сейчас невероятно охуенные, блядь. Но... Ну, то, что я сейчас вижу, как со шмайсера, блядь, эти патроны, блядь... Это не шмайсер, друг. Так возьми шмайсер, ну че, блядь. А нету, тут же майсера, очень дела. Возьми, у тебя есть шмайсер, возьми, блядь. Нету. Ты че, блядь, инвалид? Тут нет шмайсера. Тут даже винтовых нету, обычно, понимаешь? На болид. Пиздец, ты болид Формула-2, нахуй. Ой, ладно. Коментюр или дальше? Что мы видим, блядь? Двухэтажная, спальня, маргинал. Ну, сейчас найдёшь, кто там сидит, блядь. Так, это хангуша растерялась здесь. Видимо, была уже. О, 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 это пёс Виктора, блядь. Сам Виктор. Поехали дальше. Это исток, да. Так, это хангуша, это, так, это... Мерберкан. Это, короче, Востриков вызвал храброгу, блядь, с нос дома. О, а там что происходит? Инаугурация Трампа? Заходи, быстрее, блядь. Заши ли вынесу? Быстрее всех, всех. Во-во-во-во, это этот, Йозеф Менгель, быстрее. Сестринство? Да, это инаугурация Трампа, Йозеф Менгель. А он, где спаливно-то есть, стоит. Ха, хуент. О, давай-давай-давай, а это, это, типа, собака Путина. Нормально. Вот, не дверь. Проходи дальше, там сейчас будут мерки. Давай. Не допусти в Германию беженцев. Братан, быстрее. Справа, справа, справа. О, собрание ООН, быстрее, быстрее, быстрее. Че собака там? О, смотри. Собаку можно только убить, как-то, вот, по версии, Леника Лапе. О, Ларин там, кто-то хуе, нормальный. Смотри. А ну, подожди, чьи это мозги? Ларин, блядь. Это, блядь, Анжелика Варун, нахуй-то ё-мою. А Джулика почему, да? Знаешь, знаешь, знаешь. Часик, тик. И минуты, день. О, хандушку, нахуй-то, а, ну, понятно, старые хуйни. Так, о, кто это? А ну, покажи. А, всё ясно. Ну, я вижу, ежа с роднёй тебе всё хуёло. Ладно, бери. О, поехали. Так, 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 так. О, собери бузы с них. А, вон упали бузы, нормально, всё. Упали мясо, да? Упали бузы. Стреляй, как... Ой, молодец. Убил, блядь. Варшиловский ты дедок, бля, я вижу. Пупздец. Собирай, е, нажимай е, всё ежем. Бля, у тебя там бездомная, сука, жопа. Ох, нихуя. А это уже инаугурация Грина Путина. Ебаш, ебаш. Давай быстрее. Там Игорь Сельчин. Хуя, молодец. Роснефть наша, бля. Хорош. Одевайся, там холодно. Я думаю, это лучшие, лучшие комментарии для игры, которые только могут быть. Ну, бля, специально для тебя. И 55% мне. 55, так и есть. Я когда сказал, что стрим наебнётся, у меня, блядь, как бы упало конфа. Так, бери, возьми в мусор, покопай, слышишь? Охуеть. Ходи. Ежа, не щади никого. Блядь, помни, тебя оскорбляли всю жизнь. Толстых кожей. Тебя назвали толстых кожей. Тебя оскорбляли все в этом мире. Все оскорбляли. Пожалуйста. Боже, да. О, родственники. Прошлый университет. Школьники. Боже, ежа. Ох, первая учительница. Поехали. Марья Ивановна, до свидания. Двойки, сука, тебе по жизни будут ставить. Фидорш. О, кто это? Председатель дома. Никуя, здорово. А это кто? Завкафедры, блядь, философии, двойка? Хуй сухи. Поехали дальше. Поехали дальше. Кто это? Да это все кафедры, блядь. Скоро до тупичка дойдем. Смотри, Максим Галкин, я ебунок. Ух, а это кто, понимая, это что? Кстати, хочу спросить. Ян, а далеко от тебя находится тюрьма Гитлера? Тюрьма Гитлера, это про какую тюрьму? Ну, имени Гитлера. Где он сидел? В какой-то... А это ведь Баварии было. Это еще не помню, где она находится. Ну, Бавария не очень далеко. Сразу могу сказать, а где она находится? Ну, сейчас я загублю. Я просто вчера видел. Охуенно, как бы ежик кинул гранату зомби, она от него скачила, и он келом назад, и ежик. Ну, там, тулкинамет, блядь. Ежик, молодец, давай, перезаривай в парк. Да не ходи по трупам, ну, загибал, ну, почти, хоть и в щас, блядь. Неуважение, блядь. Так, Фестунг-Ландсберг, где она находится? Где-то в Германии, просто. Я только что увидел эту гранату отлетевшую, блядь. Кстати, тюрьма находится недалеко от Мюнхена. Там недалеко есть город Факинг. Да, да, есть такое. Да, ну, от меня это далековато, что в 5-6. А далеко город Факинг? Не, есть такой город. Не-не, серьезно, такое деревня, да. А, о, не-не-не, подожди, дик, дик, дик есть вроде бы еще, да? Вот, насчет дик не знаю, а Факинг точно есть. Ну, это по трахушке. Не, серьезно? Да, в русском переводе это именно так звучит. Я просто смотрел вчера Top Gear, и они снимали вчера, именно в Германии были, тестировали три машины. И они ехали в город Факинг, как это, короче, там куча городов объехали по-быстренькому, сказали, что там нельзя славиться, потому что там было. И проезжали мимо этой, там, где тюрьмы Гитлера, где он сидел. Может, сейчас подойдешь туда, блядь, покажешь, кто мне поржу, блядь, дебила, нахуй, революционер, нахуй. Дебил, сука, ну не лезь бы ты в Польшу. Сармат, не бойся, ты не утонешь. Таких, 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 из дюлей, блядь, на Польшу полезно, еблан, блядь. Да, ну, короче, Мюнхен далековато, да. А есть город Вольфенштейн или замок Вольфенштейн? А, Вольфсбург, Вольфсбург и замок Вольфенштейн. Вольфсбург, Вольфсбург. Вольфсбург это, мне кажется, в Австрии, нет? Да, в Австрии, в Австрии, правильно. Здесь, по ходу игры, это в Австрии. Факбург, блядь, блядь, все там. Ой, я сейчас буду делать обрез из винтовки. Обрез? Да. Погастань свой обрез. Почему, как игра про немцев, так сразу про обрез? Что за хуйня? А увидел, что зомби летит, начал быстрее пилить. Но, как он пилит, блядь, быстро. Ебей ты, сука, блядь, как по маслу. Давай быстрее, мудак нахуй. Ебей, блядь, что сейчас искры, сука. Это искры. Один искры, ну, ёбни, еще раз. Что-то искры нету хуйня. Не кашляй. Живи, брат, живи. Мы выиграли скоро. Ну, ты знаешь, что... Хотите пранк в прямом эфире? Хотите пранк в прямом эфире? Хотите пранк в прямом эфире? Вперед, младенец, раввин, младенца на руки игры. Сейчас мы будем делать обрез. Давайте позвоним в поясы сейчас. Не хотите? Так, Владислав, я вас отсюда выгоню. На моих стримах не надо пранков никаких. Лучше в магазин салатов какую-нибудь, блядь. Могу позвонить в психологическую помощь и объяснить, что убивать немцев неплохо. Не, не надо. Не надо, пожалуйста. Можно позвонить Украину, сказать шалом, братья. Они не поймут о чем. Стреляя, а вылицепляет. Наверное, жук навозный, блядь. Не поймут. Не поймут, а поймут. Бери каску. Чуть. Простудишься. Блядь, перезаряжается быстрее, чем, блядь, спецназ, гороулы. Че за хуйня, блядь? Ну, потому что это спецназ американской армии. Да. Только уже две ошибки есть, блядь. Спецназ и американская армия. Спецназ. Спецназ. Это шутка Задорнова. И про спецназ. Она самая. И, кстати, не самая плохая шутка. Да. Шутка Задорнова была. Самая плохая шутка Задорнова, это шутка, что в России хотят построить великую русскую стену плача. И она будет стеной плача, потому что налогоплательщики будут ее оплачивать. Вот это как бы... Причем это самая плохая шутка, не только Задорнова, а, наверное, вообще. Потому что, блядь, специально надо было придумать такое говно. Там даже не работает панч лайм. Ты не понимаешь, это сложный каламбур, то есть. Блядь, это бурый кал, чувак, а не каламбур. У тебя нет духовности. Чувак, у меня типа Донецк смотрится. В порядке. Я сейчас залез на сайт джу орно джу, и он мне выдает то, что главный герой Вольфенштейна, битший Бласт Блашкович, имеет джу-скор 7 из 10. Это что такое джу-скор, типа это уровень кислоты, сахар? Нет, уровень сока в стакане. Понял. Самое забавное, что Задорнов сейчас, по-моему, находится в Берлине, то есть в бездуховной Европе, лечится. Блин, откуда они падают? А, они из Дирижабля падают. Дирижабль? Интересно, а он там троллит врачей германских, типа, говорит, вот тупые. Сам себе, короче, в ходе операции, блядь, в нанесенное отверстие засовывает, блядь, там зажим скальпель, там прячут, потом зашивают, потом приходится расшивать, доставать обратно. Ну, тут тролль восьмидесятый, вот, а тупых немцам, блядь, сейчас, тупо, подкали. Ну, кстати, у него, по-моему, рак мозга. Как у Хаббарда, прям, или у Чибисова? Чибарда. Ну, то есть, в принципе, как бы, вскаверать из того, что вот эти его рассказы про буквицу там про всякую, они неспроста. Ну, это он Чудинову наслушался. Да, так Чудинов, это тот, который видел надписи на солнце. Да, руны. Не просто надписи, а славянские руны на солнце и на луне. И на луне тоже, да? Ну, конечно, а как ты думаешь? Началось все с того, что он увидел славянские руны в наскальной живописи во Франции, по которой мы говорили на стрим Световиду утром. Вот. Блядь. Но, впоследствии, он увидел славянские руны на полях сочинений Пушкина в рисунках. Ну, Пушкин там рисовал каракули всякие. Там, короче, славянские руны. Там про кота, который писает и какает, как бы, влево как-то так. Там что-то такое написано, по его мнению. Вот. То есть, кот ученый, он непростой, он писает и какает, короче. А потом он нашел, короче, руны сначала на луне. Ну, вот, ну, знаешь, как этот прикол про человека на луне же, на лицо похоже. Ну, короче, руны там увидел. И потом на солнце посмотрел, увидел руны. То есть... А где видел руны ты? А где нашел руны ты, да. Ну, я думаю, что если посмотреть на солнце через телескоп, можно, блядь... А я, кстати, недавно смотрел на солнце через телескоп. И там в северо-западной части луны, там какая-то точка, она просто очень сильно светится. Световид, но ты видел, нет, славянские руны. Не, славяно-русь, славяно-славянских руны я не видел, но я видел, вот... Сианист. Как свет, да, отражается просто очень красиво. И, ну, то есть вообще, даже если просто на луну смотреть через телескоп, это очень красиво. Ну, вот. Потому что там видно нюансы ландшафта, и там солнечный свет очень интересно отражается от луны. Как телескопы ныне читают какие-нибудь... А это не мой был телескоп, от меня я его покупал. Ну, вообще, тот... На моем канале есть лекция Острикова про телескоп. Да, да, да. Мне просто детство просили родителей купить телескоп, они... Ну, у меня есть такая небольшая подзорная труба компактная, и то, в принципе... Ну, все зависит от того, Ирина, какой у вас будет вид из новой квартиры. То есть там просто как бы должен быть определенный ракурс. Я помню, что некой там будет вид. Осталось выявить, где лучше видно луну, в Калифорнии или в Украине. Ну, чем ближе к экватору, тем как бы больше луны. Да, да, есть такое. В Сингапуре поэтому лучше всего видят луну, потому что... Сингапур на самом экваторе расположен. Видите, Ирина, у вас без шансов просто. Русские школьники, когда играли в GTA Vice City, они как бы охуевали от огромной луны. Ну, блядь, проблема в том, что во Флориде она реально такая. А, в Калифорнии где вы живете? В Калифорнии она, ну, не намного больше, чем в России. В Калифорнии, как Турция, в одной широте находится. Вот, а как бы... Нет, ну, подожди, ну, Калифорния, она же протяженная вообще с севера на юг. Ну, да, ну, да, в принципе, есть в этом смысл. То есть, ну, самый крайний юг Калифорнии, он все равно севернее, чем... Чем-чем... Самый юг Флориды. Да, был на самом юге Флориды, в Кевесте жил. Луну видел? Нет, чувак. Нет, имеется такую огромную, как она в Вайсити. Ну, да. Там в Вайсити фигня была. Нет, у нас даже здесь в Сибири бывает большая луна, но это бывает довольно изредка. Я так, в принципе, ну, не особо разбираюсь, от чего это за это. Еще я помню, во Флориде, когда стрелял из снайперки по луне, она увеличивалась. Да, это пасхалка. А зачем вы стреляли из снайперки по луне? Ну... Понимаешь... Блядь, ну... Пьяный был опять что-же? Я как Фаборд, короче. Я сказал, что там нацисты, и начал палить просто в ту сторону. Там просто, видишь, разработчик луны, он пасхалку заложил. Не все знают, если в нее выстрелить три раза из снайперской винтовки, она увеличится. Там, наверное, шутка была смешная, но ее проебал. Я отвлекся, короче. Ну, просто в GTA была такая пасхалка, но весь и юмор как бы крутится. Это я для Ежи. В игре, если стрелять по луне из винтовки, она уведите в нас. Ну, кто же знал. Я не играл в GTA. Ну, был. Да. То есть, это типа пасхалочка такой в игре была? Не-е-е, это элемент сужой. Кто помнит в Vice City миссию с вертолетиками на пульте? Ой, я ненавидел. Я все ненавидели. Я больше скажу, я игру забросил фактически на этой миссии. Просто скачал сохраненку с пройденной игрой. И все, потому что ну нахуй, это говно. Ну, я думаю, это просто непроходимая срака. Я потом еще на стриме видел, когда Мэтт стримил с Зуевым на геймбоксе. Там они проходили в Vice City в стримах. И это они, короче, дропнули. Мне удалось пройти эту миссию с горем пополам. Да, однажды. Ну, это отвратительный кал вообще. Блядь. У меня есть подозрение. У меня есть подозрение. У меня есть подозрение. У меня есть подозрение, что в играх, как и в фильмах, происходит, например, на одна и та же хуйня. То есть кто-нибудь пишет сценарий, а потом приходят люди, у которых всякие младшие позиции, младшие редакторы и прочие уебаны, которые меньше получают, и добавляют в сценарий всякое говно. То есть, типа, знаешь, всякие клишированные фразы в фильмах и прочие. We've got company, и прочие, блядь. We've got it out here, right now, и так далее, и прочие кал. Это вот вставляют, чтобы фильм выглядел. Чтобы фильм слишком охуенно не касался. Кто-то придумывает огромного механического паука, а потом люди и всякую хуйню вставляют. Да, да, да. Ты просто не понимаешь, паук это круто. Да, да, да. Большой механический паук. Представляешь, там был бы какой-нибудь фильм патриотический, и тут вылазит под паук. Мне понравилось, как этот Стикс, Хексенхаммер, назвал Обаму президент Ланс Ванс. Это вот, суки, что, блядь. Миссис, вот, блядь. У меня такое ощущение, я не знаю, что эти миссии пишут люди, которым жены там по полгода не дают. Ну, так. Сколько же надо денег людям иметь, чтобы создать такое говно. Так я же говорю, нормальные люди написали сценарии игры, а потом пришел младший редактор и добавил миссию с вертолетом. Блядь. То есть, по-моему, в Сан-Андре столько, как эта хуйня с вертолетом была в середине. Была какая-то миссия, но она попроще была. Вот ее, как раз, вообще не смог пройти. Там была миссия с игрушечной машинкой и вертолетом, что-то такое. Надо было кольца собирать, по-моему, там довольно просто все. Что-то на время, короче. Ну, меня, кстати, всегда бесили миссии на время в играх. То есть, это кошмарная срань какая-то. Может быть, эту миссию с вертолетиками придумали феминистки, чтобы хуй мрази страдали, играя в Ай-Сити. Музы 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 у меня совместный салим с кузьмой что вы творите сахаромар такой мудак вообще начал шутить про уважаемого человека непонятно абсолютно безосновательно ухит сахаромар с его звуками мою даже задамочу а почему отец коммунист ну так он же отнимет по отдельно я сахаромар прикольный чувак так ладно я буду играть mortal kombat заказывайте бои в чате вы видели маргинал новый mortal kombat последний я по-любому не видел ни последний небе а вот он не видел я только какие-то два самых первых скорее всего видел я сейчас покажу и еще я видел два охуительных фильмов то есть один другого крашу по mortal kombat не фильмы фильмы говно не первый отличный был но второе это не знаю мне нравится кстати второй но в детстве во всяком случае чувак пересмотри вот и серьезно ты наверно не помнишь просто что там было да не я видел но ничего нет ни 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 серьезно посмотри второй mortal kombat сейчас в этом возрасте взрослым но может быть блять чувак там взрывы на хром как бы на хромаке не на хромаке а на экране на заднем плане блять появляются то есть это следующий шаг после меня все равно синдром утенка так что в принципе я думаю зайдет хотя некоторые фильмы у меня вызывали недоумение когда их пересматривал уже в старшем возрасте какой супермен я блять смотрел помню в детстве с открытым ртом а сейчас приспал так у меня дропнулся чат поэтому повторите заказы там что-то было пока так так пока рано сейчас все будет гитлер против айн рэнд навальный против лебедева а сакрамар у нас кто это джейсон ворксон да блять мактал комбат икс привет влада россия для русских сейчас это будет играть так первый бой какой там был сакрамар хочешь маргинал или как так и циклама а давай теперь я против против маргинала порядке общей очереди можно ермака ермак тамагог на почему оригинал weekend потому что похож похож и у него есть опция называется дуалист видео видео сакрамару дашу летит а счет видимо и хуя себе маргинал пошел подожди он стал чувствую сейчас акрамар пизды получит дабы сакрамар сливает гляну в этой игрушке ли пенки сытно на меня плохую не у него как бы мышцы больше и подкожно и все а так у него волос примерно как когда блять я отракиваю уйди на голове здорово вот то есть только если акунский хвост может быть на нее не хвост у него ленту ползать на это ленту поручил от ленту повязать на сам хотя блять с лентой я наверно буду очень у меня персонаж это кана потому что сучей глаз в общем-то да кстати владислав а знаете кто вы в этой игре джонни кейдж джонни покажите сейчас потом будет если за счета есть по темпераменту тоже а виктор скорпион там и что желтый ниндзя понятно скорпион потому что его скорпионом был его отчим теперь он жалит сам себя так ну что маргинал так какой-то второй бой был покажите пожалуйста меня сейчас сейчас я покажу сейчас не не я просто покажу ему на экране как выглядит джонни кейдж так смотрите будет ставка на качестве большое опоздание но я показываю вы играете футбол владислав футбол играете на улице на улице но вот собственно джонни кейдж конечно все как у вас по темпераменту принципе сыграть занимает мнение так нам надо заказать в чате так сейчас будет маргинал а почему я джонни кейдж блять маргинал похож блять чай в городе чувак бразилии я в дрогона превратился у меня с опозданием просто по ходу залом не орет mortal combat украина украинский вот так дел сина в мастерской стиле звуки поменять озвучка маргинал против меня и хан души сейчас губы почти в каждой игре это сармат и хан душа наши нахуй ты повторяешься реальную жизнь и наоборот происходит ну да еще я же говорю ебаные карлики макималисты как алфимий пиздол только молодец Забавно, что мне не нравится Сармат, а ты носишь свою жену на руках? Да, блядь Вот именно, нахуй Вот именно, нахуй Вот именно, нахуй Эй, блядь Да, махуй, без комментариев, ребята Охуй ты прёшься Чувак, это смешно, лифть Не, блядь, блядь Это вот именно, нахуй ну что маргинал опять победил когда говорят что в рашке хуёво обычно какой там третий третий бой был заказа и а какие возьмите вот это вот ребенок и выкладка давайте возьмем возьмем пожалуйста этого джессона сетхэма короче так вот это ирина я представляю себе короче письмо блять влада создателям игры mortal kombat добавьте персонажа какой вам костюм больше нравится смотрите есть такой вариант я не хочу быть дорогой и такой я хочу быть бразилии бразилии айфон бразилии так дублер на кулачках и вип но это владислав поэтому она на вип я тут короче буду пиздец как похож на самом деле честно very important person сейчас посмотрим кто победит ирина нахуя мне это дело кто-то зеленый пидорас появляется миша не играет позвони мне это как перевод китайского боевика кстати невозможно до конца идентифицировать ирина это или нет не видно бритые ноги или не там ваши яйца и ваши яйца вы видели что с ними сейчас произойдет что-то кто сказал что для детей они это знач Fazek Так, раунд два, поехали. Ебей, на, нахуй. Твердонуга, глянь, нахуй. Ты был отцом, сыграл бы. Купил, сыграл, чё ты. Короче, Ирина, Ирина побеждает, уверен, на первом раунде. Да? Второй раунд, пока, напряжённо очень проходит. Подожди, щас я оба... Всё. А ты с ботами играешь, Сармат? Ну да, но тут уровень сложности достаточно нехуёвый. Бля, у меня есть, короче, Mortal Kombat X. А это XL, это со всеми дополнениями уже. Ну-ка, давай, я сыграю, пожалуйста. А в XXL появляется Jason Statham с iPhone, короче, блядь. Так, Fatality не получилось, но всё равно. Так, следующий бой какой у нас будет? Подожди, да, я зайду, давай сыграем. Сейчас будем с Жидом драться. Да, этот бой как раз в Mortal Kombat XXL. Я всё равно играть не умею, так что... Сейчас с пердака горит, бежим. Сейчас, единственное, последний бой Савельев против Ницше. Не-не, давай лучше Савельев против Дробышевского. Так, Савельев. У меня заходит. Против Ницше. Дробышевский, блядь, тупой или глухой? Кожаное лицо, это что, блядь? Блядь, я не понимаю, это Савельев что ли, блядь? Да. В костюме. В костюме все дела. Да, заебись. Ой, блядь... Ты это больше похож этот за chosen, блядь. Это уже боярский, чувак blum. Боярский. Как у него там флаг лиска? На реке Урал чё ?! Да да да, я как Чебайев, на реке Уралって сказал. Нихуя, блядь. Савелев, получи, как я. Вот тебе, блядь, немножечко, блядь, вот. Блядь, хуя у меня не запускается он. Да, тоже лагует. Немножечко, нервов тебе, блядь. Финопсы не работают сегодня. О, хорошо. Минус 200 грамм к мозгу. Чё за хуйня? Да, у меня тоже не запускается. А, не, запустись. Какой у тебя стрима у него игра? Не, да я игру запустил, всё, запустил. Ты тоже купил себе? Да. Какая разница, блядь, а можно же играть в МОК и ХЛ? Можно? Можно, кстати. Ну так, чё ты делал? Мне просто надо, кстати, скачать, блядь. Так, ну что, Савелев побеждает Нитша. Слушай, ты помнишь, как она приглашать? Да. В сети, да? В сети. Так, сейчас будет Fatality. Церебралити. Церебралити, да. Ну, в общем, представим, две собаки. Одной собаки больше на миллион. Там, кстати, Храбров есть, если что, среди персонажей. Я тебе кинул, короче, приглашение, Сарман. Сейчас. А как вам такая хуйня? Сарман? Я принял, сейчас загрузится. Давай. Сарман? Так, продолжайте заказывать бои нам. Нихель-пихель, нихель-пихель против вертолета. Так, а кто же вертолетом-то будет? Джессон Сайфоном. Так, нихель-пихель. Вертолетом будет тот чувак. Ну я могу быть за нихель-пихель, на самом деле. Так мне кого убирать? А, вертолет, вертолет. Ну давай опять этого Джонни Кейджа. Да почему можно? Вот выбор. О, Лучников. Не-не, Лучников. Выбери Лучника. Ну, Влад просит опять Джонни Кейджа. Как ты выбрал? Просто живут на кожи и не блыдят. Да я охренела игра, как Влад сейчас. А я буду, а я буду нихель-пихель. Сейчас, подожди, я выберу нихель-пихель. Ого, похоже, он шумок. Во, нихель-пихель. Во, да, отлично, отлично. Я за нихель-пихель. Гора, Тремор. Тремор, Тремор. О, Таню. Убери Таньку. Убери Таньку. Кто выбирает без этого? Нигде портал. Портал с порталом-то не охуел работает. Как-то это не будет. А это кто выбирает? Короче, вертолет против нихель-пихель. Нихуя себе, на той вертолет похож. А чё у него там жало? Бачку вылетает? Это, это нихель-пихель. Это жид уже играет, да? Вот сейчас за них, справа. Да, но дело в том, что я практически не знаю. Слева. Слева. Слева, да, за нихель-пихель? Да. Перед началом-пихель-пихель справа. Проанонсировать. В сеть попали кадры фильма «Чужой завет». Вот так они были. Щел positive гип Six к нам, а ты, мош tuned. Жид, блядь. Вот это заебись и тупачка даёшь. Стрелять! Зарядь, да! Этот не вертолет artifique какое-то! Слева жид за философcommerce юга. Антическую югу. Ну, ну ты идеец! Бум бум бум! за политику ах ты сволочка ну что вертолет побеждает первом раунде сейчас кто проиграет поэтому ребята это искра а чужих он уже первый раунд а я уверен как будто за это очень сейчас три раунда пройдет и только тогда они поймут кто из них за того играл я просто удар практически не знаю я на клаве играю только что блядь выстрелось откуда вторая такая блядь стрельну нормально я просрал позор вертолет победил а ну да вертолет в принципе все правило победил нихель пихель так вот так остриков против лаве и следующий блядь стрельков против кого лолей кто за кого я завод не кванчи а шинок шинок путаешь не кончено не кончено вот давай некромант самозванец возьми меня в чате бы написал ладно выбрали там не в блядь писать еще я не что возьми ты он просит чтобы ты его взял ничего себе я знаю ты блядь это че за переначенный а привет ой так это этот блядь ах ты блядь мадук здорово блядь блядь какая-то лаляна too old ах ты сука вот тебе бочкой да более блядь ты заебался своими тенями ахахаха я дыхал панку золота блядь ах ты сука это он мочой там делает мочой поднимает вверх да все мочой блядь смотри мочой хуярит блядь Бабкой в тебя кину Это как планета Звездных Войн по-моему А, блин, не успокаивай Была просто фотошаба про Влада, как бы у маги Гаджиева Была фотошаба про планета Бабуин Жид против жида следующий бой Жид против жида? Да Давай Давай за ней Давай жида ебать Сука, ну там мне кажется, что один я смешно шучу Тик Пиздец А еще и Марго понимает мне частенько Очень часто Так бой будет проходить в Сибири Сибирь. Знаешь, какой езд в Сибирь? В западный. Всем привет, тёмный запад. Ни хуй я себе. Сходу. Ты посмотри, Марго помнишь о том, какого именно их два? Я обоих помню, но ты про какого-то. Второй, то есть, понятно. Какой-то веки сделаю хоть икс. Надо было, блядь, с кофе разобраться. А, Б, Икс Игры, как что-то. Чуваку справа разрыв ушло, позвоночник, он такой встал и отвихнулся. Ну, потому что он киборг на половину. Где тут блок-то идёт? Да ну нахуй. Ну, в любом случае, ты выиграл. В любом случае, ты выиграл. А, Б, Икс Игры. Так, это буква А. Так, Острик против Артификса следующий бой. Ну, так, в общем, чуть-чуть я разобрался. Так, ну что, я за Артификса? Давай. Артишок. Блин, шинок звучит как щенок. Как получить удары будет на новом Джоссе? А я вообще не учу, я просто хаотично нажимаю. Не, я просто кнопку купаю. Расклад кнопки получил. Ты не будешь уничтожить мою душу. Твоя душа не стоит уничтожить. В round 1. Пайк. Что такое-то? Да бля-и-и-и-и. Да бля-и-и-и! Я не успел его снимать Сейчас выиграет меня, пидор А все, уже выиграл У тебя жизни не осталось По GQ, а? А, блин Хе-хе-хе-хе Лампаны в рот Пока 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 разберешься, на че сжать Победа Так, победа Так СДАДК СДАДК Ах, блин, опять не успел с локаликом Так, ну что, Artifix победил Назад вниз Я с кнопками, короче, запутался Так, это какая у меня кнопка-то? Подожди, сейчас, знайс Маргинал против ладов Так АБ Хе-хе-хе-хе Так, я за маргинал играю О-хо-хо Маргинал против лада Давай Я тебе сказал, нахуй Пеня на себя Да я проебу Джонни Кейджем, так-то неудобно играть Этот Алё Предлагают Бой Телка с большими сиськами против другая тёлка с большими сиськи есть такое да сижу конфеты нахуй а да ведь у нее против отчима ведь у них хорошие но мы не знаем как вы не хочет это это кстати и есть тот самый бой я проверяю тоже доставая фон заебал я не понял это чё такое ну ты смотрел ударе я тоже смотрел ударе да ну чё влад вас бьют как бы я не ожидал я ни хуя ты не вырубишь его смотри как он тебя пиздит он тебя запиздил просто одной левой смотри я так не играю так следующий бой жид против вольного я за вольного буду так дыхание дракона борицу или пьяный мастер вольнов бухает тогда будет дыхание дракона желаете картинку над какими красом ну как минимум вот это вот и волна дивайдерс ну ладно надо с этим джойстиком разбираться в общем джойстик как джойстик так ну вольного ты должен победить джойстик 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 пузом тебя толкает просто смотри да 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 Чё ждём? Ой, блядь, это чё получается? Так, огненный плюх, СД и... Скоро. Вонючий пук. С-а-дель. О, какой приём называется, Хехехехехехехехехехехехехехехехехехехех я увидел при прием вонючий прием в реальной жизни сервис вонючим пуком блядь не потанте меня вонючим проблевался так да с и драйв и подалите же запуярить умудрился такие дела первый раз а то что в конце был x-ray я успел посмотреть плавиши как и сделать так же против вольного тёлка с большими сичками против другой тёлки большими сичками ну давай жид каких женских персонажей выберем давай надо блять все равно хоть немножко привыкнуть я буду за эту самую за мишель обаму где мишель обама там к я забыл где она женских персонажей но даже не ай женский есть подожди а где она 4 упор не вижу а вот все наши я на стенке запастил какую прожирного ребенка гидроцефала который жопой ездит по плитке блять там короче маленькая жирная девочка с огромной головой блять скользит по плитке ни хуя это че щас было да блин так хорошо все начиналось эх проебал раун да блин проебал свой ца еще а вот сейчас плохо как то все начинает на тебя г up line да блин женские персонажа они знают более динамичал блядь ты посмотри какой прыгнул на если я победа блядь победа ты чё там блядь запастилка это это короче видео ребенка дебила про то короче маленькая дебильная жирная девочка да короче по плитке скользит больше играть на меня выигрываешь это смешно потому что она похожа на мэйзи уильямс на так спрашивает является ли саванарол сверхчеловеком нет саванарола это анти сверхчеловек и грек это б получается а б так заказывать еще бои господа 100 человек вас сидит для 100 человек посмотрите это сраные видео уже скинули скинули это я скину пущущий 6 это я бля ну геннадий горин против гигеля окей сейчас будет надо в клавишах разбираться а по позорище были как бы цветовиду сливать а я с на клаве играю вообще ну у меня дошулить и знаешь как ебало просто жестко она меня тоже ебало просто вообще ну ну ты-то ты-то понимаешь она она с джойстиком а я вообще слава играю на клавишах на клавиатуре иногда комбинации некоторые пруду огни да удобнее вот я взял этот джойстик у него крестовина не очень прямо эти скажу там лучше на том крестовина а много короче блять это такая эстетика гуманизм просто так и лагерами скинул на стене кину везде кин так ну гигель у нас будет шиноком тоже на стене это с трампом у его блять она перемещается а лицо у нее как короче у мэйзи уильямс блять которая арея из подпись внизу дианон детей сармата перемещается она пиздец конечно сажири видать так проще это так теперь выглядит это робот-пылесос до чего дошел прогресс калывают роботы и счастлив человек и она потом лайк начинает черта манила ступил все-таки ё-моё ты глянь на это вот а ты не верил а там если на ю тубе смотреть следующее видео посмотри вот это вот это как этот прыгает роман выражение лица у него вообще так виктор это у нас мы слушаем по разрезу глаз это азиат я не понимаю почему у него лицо такое странное почему с ним у него мозга нет как бы ты видишь форму черепа чувак у него нет мозга нахуй у него мы звучат и то я не уверен насчет этого там как бы нихуя нет я удивлен что моргать моргает сам ему нормально кстати ну и ему вообще за и весь это у это как бы утилитаристка когда дашь и рожденный избегает страданий предельно мутации так не происходит слушая родители у него для вот он ролик про его родителей как у этого как у журналистом которым трамп издевался так виктор победился камара неужели так вот и и на это португалия или бразилия потому что португальском надпись они оба белые португалия там у двух персонажей их был была одежда с флагом бразилия связано в этом паке просто дополнили эти костюмы когда что-то там то ли бразилия выиграла какой чемпион ну тут есть есть у кунглау костюм мексиканца например тут много чего есть дополнений тут можно и шляпа мексика тут есть соня blade где она с этой шапки ушанки со звездой там есть кана в тельняшки там и тоже у него со звездой без козырка как у морячка то есть много всяких смешных костюмов это какой-то хамаш к странам третьего мира ну так самое смешное что эти пакеты да с этими костюмами их там люди дополнительно потом за деньги купали трамп против мексиканца только учет сволочи не донатите сегодня 6 утра до все спят не все смотрят ролик с девичкой гидроцепалу который скользит по кафеле так трамп но это кстати будет бой савелев против миша потому что тот же самый трамп и тот же самый контур гидроцепалу кто 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 м транс мексиканский берет идет в сибири почему канаде всегда подозревал что травм подставили мексиканцы это нич да продает не на просто здесь не так много персонажа фигурки так продавать берешь как бы зачеркнул там это название кожаные лицо написал ну самое смешное мы так и делали например бюста и ленина фильме она фирме как из ленина делали пушкина там ему нос делали пошире добавили бакенбарды и шевелюру для во всяких первых действительно детям продают фигурки супергероев перепрофилированных человек паука перекрасил получился если фильм вышел в интернете даже есть несколько каналов которые посвящены хуевым детским ну что трамп победил мексиканцев кто еще победил мексиканцев парня наверно пойду спать все к экзаменам готовится так подавите ладно всем спасибо всем пока предлагают так теперь у нас блять кукун лава станет климом жуков не они жуков это будет блин кана наверно толстый бородатый а нет стоп все я придумал сейчас действительно будет резон брюкова нет а точно я с юлина перепутал но он тоже лысый очень не годится они они не из наших мексиканов трампа мексиканцы это блять и знаешь когда у нас гудов тут есть кстати храбро кстати показать вам илью николаевич покажи так у меня опоздание я фаталити до сих пор смотрю не а я я еще пока не покажу вот илья николаевич смотрите ну у меня дойдет а сейчас 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 уже гуннер против бомжа окей давайте гуннер против бомжа поскольку гуннер коллекционирует роботов гуннер у нас три бомж гуннер у нас три бомж у меня очень мощное опоздание сейчас у меня дойдет гуннер у нас три бомжа гуннер у нас три бомжа а хорошо благодарю ну смотри неудивительно блять знаешь почему победил ну мексиканец не перелез через кемп не он бензопилой распилил поправо смешно да сейчас идет битва гуннер против бомбера мы знаем как она закончится нет еще нет учился правда судя по тому как бомж отпевает из фляги это блять гуннер против фигуарыча гуннер просто носок на руку надевает слушай блять как но я имею ввиду как был смысл что носок так ну что гуннер победил банка ну как в общем то в его истории вот все в общем то именно поэтому нам эту историю рассказал потому что ну круто же как бы он чего от пиздил так ну что владислав против кого вы хотите бороться как же наверно бомбит у олдфагов этой игры mortal kombat который там первые я не знаю в срале кучу часов в эту старенькую двухмерную версию а тут по по наставляли персонажи к их буду я кстати это скоро но у тебя возьму новый ну как у товарища куплю он покупал его за 1600 евро а мне показывал за 500 долларов ну там характеристики слышишь ежик как у тебя на компьютере круто так влад против виктора сейчас будет следующий бой так спрашивают смотрел ли я сериал наши матери наши отцы второй мировой войне где от лица немцев воюющих на восточном фронте нет сериал я не смотрел я последнее что на тему войны смотрел это фильм рай я вчера на стриме рассказывал что фильм неплохой получился даром влад против виктора ахуена блять куда все таки поехать отдыхать и там году сука на пиздец сингапур я что-то короче ехать я мне что-то германия запала пиздец как ну в реке он съезде на могилу ницше с ними с ними видео на могиле ницше петухи вы пидора и на могиле ницше ну слушай так хорош тима кока заметили в ресторане с дочерью старших советникам дональда трамп а тима кока планируют демократы по слухам планируют выдвигать двадцатом году серьезно им надоело побеждать поэтому ну на есть подозрение что к 2024 году трамп будет президент мира блять официально из демократической партии будет как бы таких кандидатов подвигать потому что большим делом если касательно хиллари клинкона хотя бы у кого-то были иллюзии что она популярна то касается тима кука даже иллюзии для кингтону не было даже демократы засирали в 5 типа кого ты выбрал глядь чем-то давно ты знаешь кому поставить по проценту вот прям без разговора какой он держал кто блять я тима кук перепутал с этим сухую сосом который был блять я плыву сейчас дико потому что у меня строго это действие кофеина прошло я сыпаю тим кук это же блять этот главный для тема перепутал с этим кейнам который был блять кандидатом президента я думаю что за говно какой 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 эпох причем какая-то блять они часто вы пидор блять чувак ну как бы демократ все правильно все сходится причем я не удивлюсь если тим кейн тоже по этой части вот то есть тим кук это сокращено от моей мультиварки тим кук это битва влад против виктора да я угадал да нормально но за маргинала больше нравится сейчас фаталити будет влад не пропустите давай 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 батя и паша ну потому что он там в рот дает или нет типа смотри специальный приемный комбо давай боковой нормально спину так орла сделать ни хуй здорово петухи нет это пиздец фаталити фаталити ебануться порвать так не это жесткая даже ну что гормали хотите реванш против маргиналов да хочу давайте полностью хочу только придом условия хорошо в этом маргиналы так указала пораживаться или против храброго против хвост и 2 против храброго ну ладно против храброго я не видел кстати в битве не видел не видели храброго игры что это вот храбров это я бля дебил нет и вот так ладно давайте печать все таки давайте какой будет так сокромах против кузьмы но кузьмы тут нету поэтому будет боя что-нибудь с храбром короче да давайте храбров ну хорошо пускай почему не написали до сих пор храбров против лавочки потому что храбров не против жак фреско против лада савельева не требует ладно жак фреско против лада савельева что храбров не против блядь мудак красава да хуй я тут шимпанзе есть в этой игре а влад савельев тоже будет блядь как и другой савельев то и будет не пьяный мастер это по-шех белая это не слишком свита стоя если проще 30 минут 5 aux А кто против Влада Савельева? Жак Фреско. А, Жак Фреско, да, 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 точно, это Жак Фреско, да, понятно. Один в один. Я хотел арбузы, да, да, да. Дети как в шорты нахуй. Да, вот Жак Фреско на изобретении своём прискакал, блядь, охуенно. Я напился, я босрал этого Шаокана. Ну если начали, то срал ванную, да. Так, ады, ады. Влад Савельев. Нам Влада Савельев, ага. Так, Влад Савельев реально прятает там какие-то. Храбров против Галла Перидола. Не, ну Галла Перидола это же не, как бы, не персонаж. Он лишён антропоморфных черт. Проположный лишён. Давайте что-нибудь другое. Так, ладно. Пускай будет Храбров против Маргинала. О, я против Магога, кстати. О, я против Магога, кстати. Блядь, не хуй, я Влада Савельева накормили сейчас, блядь, просто езди. Чем накормили? Ааа. Блядь, кинучи. Опоздание. Опоздание. У меня уже Храбров сейчас будет смогу. Я только желаю, чтобы помогать. Православная магия. А мог бы я сказать, что тут идут назад, готовился в 3 марта, что он будет играть в дедовол, блядь. Причём подобные, блядь. И грифик, и я сходил, и я сходил, и я сходил, и я сходил, и я сходил. Если бы не надо, я не язык, и я бы даже конференцию. Греб. Их как раз. Отвечением. Ребята. Что это, да? Что это, да? Что это? Что это, да? Что это? Что это? Что это? так ну что илья николаевич победил ермак это вообще блять фильм с никитой гурдой ты чё вот я просвернен против дмитрия пучкова но это та же самая битва была бы его просверен это не они заказывают уже не персонажи наши конференции о что шар против дашу ведь вот вот это это можно кстати сделать опять та же самая битва с пьяным мастером не 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 так это что широк знаете кто вызвал ее болит кто вы владислав что там смешного пока что ничего у нас вас я серьезно по твою по твоему это я так вижу а ты ирину видел в этой игре а вообще нет меня понять не имею о чем ты имеешь бар бар так так потолите понятно нахуй ты романтику сбил ты романтику сбил чувак тебя сейчас обрывочными звуками было слышно пока я там говорил приятные вещи туда походу так чиписов против звоного и 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 выбрал это я ты чуть-чуть ну так скажи кто я я на эту хуйню дэдметал хаверы слушаю постоянно ты тварь вонючая какой же ты олфак ебучий хуйня по телевизору эту хуйню вечно хуйня да я помню я помню когда я просыпался рано утром из всех каналов работал один мтв только на остальных таблицах были так чибисов победил кого звона так влад против гуннера следующее ой блять пожалуйста я тебя прошу ёбни нахуй я тебя просто прошу ёбни нахуй я тебя просто прошу ёбни нахуй пока неизвестно кто-то будет тебя убить нахуй так я тебя прошу бля по-русски не до моря так ну что матч века так случайно чё ты там робишь чё ты там робишь да да чувак это им total one на экране он так выглядит поэтому было много жалоб на эту игру когда она вышла блять давай красава красава так первый раунд выиграл влад да отлично соси еврейская моря соси еврейская моря ну что победа влада красава блять вонючий еврей соси шляпу блять это хорош на теле игры придумали блять слово к чё за хуйня суд варьер бэйби слайдерс а ты посмотри сразу все поймешь так гугу кс гачи мучи против уильки феминистки следующий год а чё с ребенком подожди блять ну это охуенный ребенок смотри ёб твою мать это ребенок гений подожди прошел серебральный сорт не 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 подожди подожди насчет абортов я